здравствуйте друзья вопрос рассмотрите наш случай нам с женой по 30 лет хороший возраст правда у нас двое детей но вообще орлы сыну 6 лет и дочки три месяца два года безуспешно пытались выиграть green card лотерею моя текущая работа связана с продажами работаю удаленно вообще шикарно выходит где-то полторы-две тысячи в месяц я правда не вижу где они живут но хорошо возможно ли на эти деньги прожить в америке вчетвером жена в данный момент в декрете о то есть будет три деточки руки она по образованию преподаватель английского языка опыт работы имеется у нее есть желание работать с маленькими детьми но это желание легко реализуемое в общем-то до работы такой много реально ли ей будет устроиться няней и на какую зарплату она сможет рассчитывать если она будет не просто сидеть с детьми а заниматься их развитием и обучением приехать собираемся по турвизе затем подавать на политическое убежище каковы наши шансы на успешную иммиграцию нужен волшебный пендель чтобы окончательно решиться уезжать ну давайте давайте я что смогу я скажу хотя бы вы понимаете что как бы моя функция очень ограниченная так только посмотреть могу я так я не могу сказать ехать людям не ехать решиться не решится поговорим у меня сегодня поскольку денек пасмурный есть такая роскошь как выбрать куда камере смотреть потому что обычно я когда еду я ставлю так чтобы солнце не попадало в объектив можно сказать так под солнцем американскому калифорний блогеру меньше места чем ему же в тени на то что под солнцем у него 50 процентов остается а в тени пожалуйста куда хочешь можно камеру направлять итак у нас есть некоторые обстоятельства усложняющие ситуацию есть некоторые обстоятельства очень в масть что в масть вот он допустим может уехать сша семьей и конечно полторы две тысячи в месяц это небольшие деньги совсем но ему же предстоит месяцев семь восемь там находиться в стране без права на работу и вы себе не представляете какая-то колоссальная сумма если ты можешь полторы тысячи там две тысячи в месяц зарабатывать в то время когда ты не очень можешь зарабатывать это конечно очень сильно тут есть некоторый нюанс который вот для меня лично существенен очень многие люди когда они имеют деньги ну ограничены естественно и или когда у них есть вот есть доход но небольшой там скажем было бы у него 10 тысяч месяц там совершенно другой был бы разговор но от полторы-две на полторы-две где можно прожить семье эти ну на полторы-две можно прожить каком-нибудь очень дешевом месте более-менее прожить может быть надо будет докладывать немножко все-таки учитывая то что и пятеро это тоже не один человек но вот получается так люди когда смотрят на свои деньги они говорят куда бы мне поехать чтобы на эти деньги там как-то выживать хорошо есть недорогие места скажем флорида да и мало того там же еще много работы такой кешевой кешевой работы в гостиницах в ресторанах там громадная туристическая индустрия в общем-то круглый год как-то она более-менее работает поэтому там еще и заработать в общем-то можно подработать поэтому они как еду во флориду есть люди по-другому смотрели г поеду в нью-йорк там какая-то русская жизнь там много работы у русских же и можно без знания языка большой город там разнообразие много там выживать легче в большом городе но поскольку им предстоит политическое убежище получать то лично моя вот как бы стратегия была бы такая я бы сказал где тот офис в котором статистически легче дают политическое убежище есть такие места где вот вы придете и вам почти наверняка откажут просто потому что они не сталкиваются с этим и понять не имеет о чем речь и скажет чуть голову морочить и все знаете так так также такие места тоже есть поэтому вот я бы все-таки плясал от задачи получения политического убежища и в идеале надо было бы совместить допустим чтобы и давали хорошо и и жить недорого в общем вот вот так но конечно когда у тебя есть полторы две тысячи в месяц совершенно по-другому решается эта задача кроме того может быть у них сбережения какие-то тоже есть хотя я скажу что 5 человек из которых трое маленькие детки это конечно любую сумму можно быстренько там освоить чтобы ее больше уже не было значит и сбережения теперь что касается жены и мы пока что говорим о периоде времени до получения разрешения на работу то что есть жизнь с разрешением на работу и есть жизнь такая подснежниковая без разрешения на работу до получения разрешения на работу она могла бы конечно брать бабиситить деток. То есть, когда у тебя своих трое, ты можешь легко брать одного-двух со стороны. И людей, которым нужно куда-то ребенка отдать, много. Потому что, если родители работают, то надо ребенка куда-то отдать. И бесплатных мест, куда можно ребенка отдать, нет. Ты все равно платишь. Ты платишь за садик, ты платишь бабиситеру, ты кому-то все равно платишь. То есть, это все не бесплатно. Сколько платят? Я думаю, что от местности сильно зависит. Но вот, например, я знаю девочку. Она студентка. То есть, она по студенческой визе здесь. И учится там на медсестру. И вот девочка, она работает в американских семьях. Потому что у нее прекрасный английский. И плюс у нее такое образование, знаете, как-то с медициной. Это лучше, чем, допустим, библиотекарем. Так вот, с точки зрения посидеть с детьми. И уж гораздо лучше, чем, допустим, если бухгалтер. Так вот, она берет 20 долларов в час и наличкой, да у нее нет права на работу, она за наличные сидит. Значит, ей платят 20 долларов в час в относительно такой зажиточной американской семье. И она сидит сразу с двумя детками. Она не сидит с ними сутками, понимаете, да? То есть, она сидит с ними, когда там надо им по, ну, по их расписанию. Вот двое деток, значит, это стоит 20 долларов в час. Ну, это американцы, вот они так платят. Значит, если бы это было, скажем так, среди русскоязычной публики с двумя детками, это может быть 15 долларов в час. Вот у нас тут так. Я не знаю, может быть, Сакраменто 8 или 10. Я не могу сказать про Сакраменто, но вот у нас тут так. Но я... Тут еще начинаются тонкости. Вот есть ли у тебя машина или нет у тебя машины. То есть, можешь ты приехать там, там, где эти детки, доехать сам. Или они должны тебе своих деток завозить. Это, скажем, сужает или расширяет твои возможности в том, чтобы взять там работу. Да, но что хорошо, что работа с детками, она как бы, она всюду. То есть, всюду нужно. Но опять, если вы будете в каком-то очень недорогом месте, в дешевом, да, то там, поскольку люди сами там больше десятки сейчас редко получают, то, соответственно, они, может, и сами с детьми посидят. Или, может быть, там просто оплачивается настолько мало. Это тоже имеет значение. Просто мы здесь живем в очень дорогом месте. Здесь вроде и платят побольше, но жить тяжелее. А что такое, например, вот в Кремниевой долине? Да, казалось бы, удобно. Иммиграционный офис Сан-Франциско. Самый либеральный, там вообще звездный для политического убежища. Значит, и... Ну и чего? О, у меня как глаза слезятся. Значит, и чего? Но на пятерых, понимаете, да? Значит, мама, папа, трое детей. Ну, в лучшем случае им разрешат поселиться в 2-bedroom apartment. И это им... Я даже представить не могу, чтобы это им могло стоить меньше, чем 2,5, а то и 3 тысячи в месяц. Ну, пусть будет 2,5. Это не шутки. Так, поэтому... Хотя возможности заработать больше. Значит, что касается заработков после того, как... После того, как они начнут... Получат разрешение на работу, папе надо сообразить, чем ему дальше заниматься. Потому что... Ну, давайте я на улицу переключу. А то что-то я все на себя, да на себя. Скажет культ-личность какой. Давайте будем смотреть на улицу. Да, значит... Получили они разрешение на работу. Мама может пойти куда-то преподавать в широком диапазоне. Это может быть какой-то садик. Она может работать воспитателем. За это не платят много, конечно. Ну... Да, она может работать в школе. Если у нее педагогическое образование, она может там по мелочи доздать. И... Ну, относительно по мелочи, конечно. То есть, некоторые усилия за этим стоят. Но она, в принципе, может работать просто в американской школе. Это и денег больше, и бенефиты на всю семью шикарные. Это государственная работа. Это шикарно. То есть, если она тяготеет вот к этому, она может работать где-нибудь там в пресколу или там в элементаре сколу и так далее. То есть, если уже так... Если уже о такой работе речь... Ну, ей же всего 30 лет, маме-то. Ну, хорошо так. Пусть это случится не в первый год, пусть это случится через два года. Но, понимаете, но это абсолютно реально. То есть, более чем реально. Вот. Поэтому очень здорово, если, например, мама работает в школе и приносит бенефиты на всю семью. Там шикарные страховки. Там пенсионный план очень хороший. И так далее. Тем более, она же любит с детьми работать. Она же не продается за эти деньги, чтобы делать нелюбимую работу. Нет. Она... Прямая противоположность. Она занимается тем, что ей нравится. и ей еще хорошие деньги, и бенефиты, и так далее. Что касается папы. В Америке люди, занимающиеся продажами, хорошо занимающиеся продажами, получают очень приличные деньги. Но фактически любые. Да, то есть... Ну, я не говорю про тех, кто миллионами. Но, в общем-то, я не знаю, что он продает. Знаете, я понимаю, что он удаленно что-то такое делает. Не знаю, что это такое. Мы ничего не знаем про его уровень владения английским. И так далее. Но... Понятно, что люди, которые в продажах работают, они двигают. Двигают производство. Что производить, если продать нельзя? И пошло, и поехало. Это очень востребованные люди. И все на свете продается. И все на свете, как бы, требует грамотного специалиста, который может продавать. И так далее. Поэтому речь не идет о том, что, эмигрировав в США, они могут вот так сидеть дома на те деньги, что он там где-то получает, удаленно полторы-две тысячи. И семья из пяти человек будет на эти деньги жить. Это абсолютно немыслимо. Больше того, когда его жена начнет получать, там, я не знаю, свои, там, три-четыре-пять тысяч в месяц, а он что так, полторы-две, что ли? А раньше его? Понимаете? Поэтому, и опять, он же молодой, ему 30 лет всего. Если у него талант к продажам, это будет очень состоятельная семья. Они будут очень здорово зарабатывать. Так? Если это просто вот, он сам реализуется через это. Если у него какие-то другие таланты есть, и он, как бы, открыт к тому, чтобы их исследовать, значит, это другой путь. Тоже есть. Я пока не вижу, вот я мог бы сказать, там, допустим, оценить их с точки зрения того, что, может быть, им переучиться, там, на тех же тестеров. Понимаете? Не потому, что я, как клизму, там, доктор с одной клизмой ставлю всем одну и ту же, это, к ее иную клизму, а просто потому, что среди тех профессий, на которые люди переучиваются, это такая, где и быстро, и, вроде, и деньги побольше, чем, скажем, все остальное. Но я пока не увидел вот смысла. То есть, женщина любит работать с детьми, не надо ей софтвор тестировать, пусть работает с детьми. Если в какой-то момент она скажет, обрыдло, обрыдло за маленькие деньги заниматься чем-то таким, ну, такие никогда не поздно, она пойдет, там будет софтвор тестировать. Если вдруг у нее это произойдет, но сегодня она хочет работать с детьми, не надо ей ничего такого тестировать. значит, мы не знаем опять, что с английским, если мы скажем, что английский приличный, конечно, может быть, может быть, он бы захотел там именно тестировать. Но, с другой стороны, если английский приличный, и он действительно любит продавать, боже, зачем ему? Понимаете, это не ответ на вопрос. То есть, они оба, оба имеют востребованные профессии. Причем, профессия вот этого продажника, она очень хорошо оплачивается. Я, в общем, говорю, потому что я не знаю конкретики, что он там продает и как, ну, ну, в принципе. Поэтому, значит, насчет пенделя, там, не пенделя, я бы сказал так. очень существенно видеть, четко, четко видеть три этапа в эмиграции вот этой семьи. И не только этой. Ну, вообще, вот три этапа у них. Этап первый. Приехали, он зарабатывает полторы-две тысячи удаленно. У них, может быть, есть какие-то сбережения, и они должны выжить до того момента, пока значит, появится право на работу у обоих, и они начнут зарабатывать больше. Значит, выживание. Этап первый. Вот там, семь-восемь месяцев они должны выживать. И это не так просто, потому что их пятеро. Нет, не шутка. Значит, этап второй. Этап второй, это когда разрешение на работу уже есть, а на крейсерскую скорость в зарабатывании денег они еще не вышли. Ну, даже не то, что крейсерскую. Может быть, на крейсерскую они выйдут там через 3-4-5 лет. Но, не крейсерскую, ну, скажем, на разумный такой-то существенный заработок они еще не вышли. Потому что разгон нужен. Понимаете? Разгон. Мало стартовать в виде получения разрешения на работу. Надо немножко продвинуться, чтобы так вот начать зарабатывать. Вот у тестера, например, это год-два. Вот ему надо год-два поработать, чтобы он начал зарабатывать. Но, может быть, не то, что он будет через 5, но уже не 25 долларов. Хотя уже все-таки там, я не знаю, там свои 85-90 тысяч. Значит, уже другое дело, уже другой разговор. Значит, это второй этап. У них больше денег, вот, но они должны интенсивно двигаться куда-то в каком-то направлении еще, чтобы вот попасть вот туда, где скорость крейсерская. И третий этап, когда они уже зарабатывают примерно столько, сколько они зарабатывают. Так? И их жизнь становится намного более стабильной. И вот, и это именно то, ради чего люди эмигрируют. Между прочим, они не эмигрируют, чтобы выживать первые там 6-8 месяцев, пока они подают на политику. Хотя, для большинства людей выживание этих там 5-8 месяцев, там 6-7-8 месяцев, это выживание более денежное, чем, например, их крейсерская скорость там зарабатывания, там, где они сейчас живут. Значит, но это отдельно. Народ, в принципе, с первого дня так удовольствие от жизни получает. Значит, да. Теперь, и не для того люди эмигрируют, чтобы получать какие-то денежки, может быть, чуть-чуть лучше, чем кто-то совсем плохой, но, в общем-то, явно не соответствует их уровню образования, может быть, уровню притязаний, не только образования. Вот. И, а приезжают люди для того, чтобы у них была нормальная вот эта крейсерская скорость, чтобы они там лет через 3-4-5 вышли на такой уровень жизни, которого никогда им не достичь там, где они живут. Ни им, ни их знакомым. И даже те, кто, казалось бы, вот и в их круге там где-то рядом есть, которые вроде бы устроенные, эти устроенные никогда так жить не будут. То есть, может быть, у него даже денег будет чуть больше, но он никогда спать так спокойно не будет. Он никогда не будет чувствовать себя, что он дома, что он свой. Он никогда не будет таким, как сказать, уважаемым, что ли, да, если можно так сказать. Вот человек человеком не будет. Понимаете? Он, его никто считать человеком не будет. И он никого считать людьми не будет. И вот эта вот волчья дрянь, в которой дети растут. Понимаете? Поэтому вот это то, для чего человек едет в эмиграцию. Поэтому, когда говорят, там пендель ему нужен. Пендель не от того, что ты полторы тысячи там зарабатываешь, и хватит ли тебе это там на первые месяцы или что-то. А пендель у тебя должен быть в том, что у тебя трое детей. И жена. И вы еще молодые. Вы не только для детей. Вы, господи, вам 35 лет до пенсии, 36, 37 до американской. У вас целая жизнь впереди. Вы еще жить-то не начинали. То есть детей уже у вас трое, а жить вы еще не начинали. Вы еще очень молодые. Ну сколько у вас взрослой жизни там? Ну 10 лет, ну 12, ну 15, я не знаю. А у вас впереди еще там почти 40. Рабочей, полноценной жизни. Понимаете? И вот вам и пендель ваш. И вы себя спросите, где я буду через 30 лет? Где мои дети будут через 30 лет? Вот им, когда будет 30 лет, они где будут? В смысле, что в их жизни будет происходить? Понимаете? Поэтому вот этот ваш пендель. Это разговор об эмиграции. Понимаете? Разговор об эмиграции, это не разговор о полутора-двух тысячах. Можно ли на них жить в Америке комфортно где-нибудь, там куда-нибудь забиться и там выживать? Зачем? Оно ради этого не стоит. Хорошо? Вот. Давайте мы передадим привет мужу и жене 30-летним с тремя деточками. Я вообще, когда вижу ребят молодых, и у них детки, и трое, меня прям распирает всего от счастья. Знаете, так здорово, когда трое деток. Вообще, я считаю, что трое это просто идеальное совершенно количество. У меня, к сожалению, нет. Не трое, а даже двое нет. Вот есть один ребенок. Ну, в то время мы находили себе объяснение, почему один. Понимаете? Сейчас, я думаю, какой идиотизм? Почему не хотя бы два? Поэтому у них уже в жизни очень-очень много так вот хорошего. И то, что он, я не знаю, где он живет, там, Украина, Россия, там, я не знаю, Кыргызстан, но полторы-две тысячи там зарабатывать, это потрясающий парень, понимаете? Так он еще и удаленно с такие деньги зарабатывает. То есть, я вижу в них потенциал такой невероятный. Она любит заниматься детьми, понимаете? Это тоже потенциал, это тоже капитал, который еще, он в деньги не превратился, но это капитал не только зарабатывания, но самореализации. Понимаете? Это все, они оба богатые уже, они уже богатые вот этим. Поэтому, ну, конечно, там есть какой-то труд к этому приложить и так далее, да? Ну, а дальше все от них зависит. Так вот, мое видение такое издалека, со стороны, без особых деталей, которые не присутствовали в этом послании. Счастливо, ребят, и давайте, чтобы все было хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова